Всем большой привет, дорогие мои зрители! И давайте что-нибудь сегодня нарисуем. Когда-то в прошлых наших видео мы... Ну, когда я с вами каллиграфию, да, я что-то все, понимаете ли, тренируюсь, да? И мы с вами рисовали Green Planet, да, то есть как-то в разных вариантах. У меня тут Рамазан, Чистый Город и Green Planet. Сегодня мы будем именно Green Planet использовать. Я нарисовала вот такую композицию. У меня все сейчас как бы в чистый город, в экологию. Не знаю, мне это очень нравится, я этим как-то вдохновляюсь. Я вижу в этом какой-то, знаете, не то чтобы смысл, но для будущего поколения, для вообще для нашего поколения, для жизни, для всего целого. Почему-то я вижу в этом смысл и меня это вдохновляет. Итак, в общем, это у нас канал не про душевные расстройства, а про творчество и вдохновение. И так, опять же, все эти картинки пойдут на стоки. И я хотела с вами нарисовать что-нибудь подобное в этом небольшом видео. Итак, у меня здесь есть фон. Фон у меня состоит аж из четырех слоев. Я не знаю, почему так много. Сейчас будем смотреть. Это вообще, по-моему, просто маска. Его удалим. Итак, перекрытие. А это, наверное, делает маленькую винетку. Чуть-чуть засеряет края. И, в общем-то, самый главный слой, который дает именно цвет. Видите, он немножечко голубой. То есть, он не полностью белый по RGB. А он в сторону голубого. То есть, такие вот три слоя у меня дают общий мой фон. Вот. Но это не обязательно. Это, скажем так, я показываю то, что я не буду перерисовывать. Я просто буду рисовать сейчас семилляр, то есть, аналогичную работу. Что мы будем делать с вами? Я буду рисовать вот эти вот листики, да, по контуру. Я покажу вам, как я, собственно, их рисую, чтобы было, скажем так, попроще. Так, у меня вот тут что-то выбивается. Так, давайте отменим обравочную маску. Заблокирую я эту самую маску и фон. И еще я не буду перерисовывать баннер. Баннер у меня, собственно, я взяла вот этот вот, по-моему, шрифт. Или вот этот вот, не помню уже. И сделала просто на фоне квадрат. Ну, и тень, которая идет под этот баннер у меня. А вот этот вот мы перерисуем. И я вам покажу. Сейчас я хочу нарисовать что-нибудь, опираясь на мой баннер. Давайте даже баннер заблокируем. Здесь у меня была вот такая вот кривая. И, по сути, я просто хочу нарисовать другой формы кривую. например, в форме сердечка. Что я делаю вначале? Я сначала делаю сам контур. Ну, что-то более-менее красивое. И чтобы, допустим, было проще можно несколько кривых. Это все равно мы сейчас, эти кривые, они не пойдут никуда. Это будет просто форма. Слушайте, ну, что-то, по-моему, не очень красиво. Значит, если не очень красиво, отменяем, да. Можно, допустим, просто нарисовать вот такие вот кривые. Ну, то есть, грубо говоря, мои листики будут идти по этому шаблону. Все это в итоге будет как-то переделываться. Конечно, это не окончательный результат, но для ориентировки лично мне. Итак, вот эта какая-то совсем кривая. Давайте перерисуем. Ну, что-нибудь такое. Допустим, будет у нас. Итак, что мы дальше делаем? мне надо создать форму моего листочка. Я с вами сделаю с нуля. Меняем границу на заливку. Выбираем инструмент управления точками. Верхнюю и нижнюю точку только выделяем. Таким образом. Делаем их острыми. Ну, и вот. Дальше я разрезаю по верхним точкам, чтобы просто у меня листик был, скажем так, двух цветов. Чтобы не было открытых путей, я сразу объединяю и даю разные цвета. На этом этапе я не даю никаких градиентов, я просто делаю разные цвета, чтобы можно было потом выделить волшебным выделением. Вот такой вот у меня получился листочек. И сгруппировать. Это моя, скажем так, шаблон, поэтому уберу его в сторону. Есть несколько способов, которыми мы делаем кисти. Видите, у меня тут уже для примера есть. Ну, с вами создаем новую. Добавляем сюда и я создаю, допустим, дискретную кисть. Нажимаем ОК. И вот здесь ставим настройки случайно, 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 случайно. Все случайно. И ставим примерно диапазон, да, то есть, ну, это можно редактировать, поэтому здесь просто поставим, чтобы был какой-то диапазон. И нажимаем ОК. И теперь можно, допустим, выделить нашу какую-нибудь любую кривую и нажимаем нашу кисть. Видите, наша кисть исчезла, черная, да, обводка, но появились листики. Как видите, они слишком появились, вот, да, один, вот, один, слишком разбросаны, мне это не подходит. И вот теперь можно, если поставить галочку просмотр, уберем диапазон, то есть сделаем его поменьше. Теперь мне надо выстроить, чтобы листики примерно шли по моей кривой. Делаем какой-то размер, который мы хотим. Я хочу, ну, маленький размер, да, чтобы листики были примерно вот такие. Опираюсь я вот на эту работу, то есть это все-таки семилляр будет, то есть односерийные работы. Делаю поворот, чтобы они смотрели в разные стороны. Допустим, вот так вот разброс, вот тут тоже, смотрите, можно сделать очень-очень плотно. А, это, наверное, в интервале очень-очень плотно мы сделаем. Вот, смотрите, видите, их становится все больше, больше, больше. Разброс это отдаление от основной нашей кривой. если поставим, или можно вообще поставить вот так вот, тогда он вообще идет по кривой. Нам это не надо, нам все-таки нужен какой-то разброс, какая-то хаотичность. У нас будет не одна кривая, то есть мы будем накладывать кривую на кривую, грубо говоря. Поэтому на данном этапе нам надо просто что-то такое приблизительное. допустим вот так. Ой, это можно вообще на самом деле до бесконечности играться, поэтому я становлюсь вот так применить. Вот она моя кривая. Теперь смотрите, что я делаю. Я могу копировать и ее как-то разворачивать. так. Могу да не могу. Могу да не могу. Так, далее что я сделала вот здесь, чтобы мне было просто проще работать. Делаем обратно простую кривую. Делаем ее по форме и потолще. Ну, примерно у меня там было еще толще. Вот так вот, допустим. давайте контур упростим контур, чтобы она стала помягче. Ну, ладно, окей. Здесь я уже вручную ее немножечко вот так заведу. Окей. Ее надо как-то окрасить, чтобы она была по цвету. вот эти три обводки мы окрашиваем вот таким вот образом, чтобы от центра к краю. Я ставлю эффект умножения, чтобы посреди только остался то, что цвет посредине, а края полностью исчезают. И в центре я делаю синий, ну, точнее, зеленый цвет. Я убираю ее под баннер, то есть она у меня будет за баннером. и примерно я ставлю лепестки на нее. С лепестками будет гораздо проще работать, когда мы выделяем разобрать оформление. Теперь у нас лепестки превратились в объекты. Изолируем. Это я сейчас покажу, как я буду со всеми кривыми работать. Выделяем волшебным выделением вот этот прозрачный контур. Далее нажимаю два раза, ставлю допуск один, чтобы выделить только один цвет. Выделяю оранжевый, ставлю сюда градиент. Тут какой-то в общем будет зеленый. И второй также выделяю, чтобы это смотрелось симпатично. Можно так, а можно сделать более один градиент, а можно разные градиенты, чтобы было более контрастно. допустим, вот так. Давайте так и оставим. То есть можно давать градиенты. И потом, это группа у нас. Снова допустим заходим в изоляцию и можно двигать листики. То есть основные листики у нас уже созданы. Зажимаем shift, можно менять размер. И теперь их просто легко передвигать. допустим, выходим из изоляции. У нас есть еще одна кривая. Вот такая вот. И с ней мы сейчас проделаем то же самое. Разобрать оформление, изолировать, выделяем, прицеливаемся что ли. В этот вот невидимый контур. Вот он, да. Удаляем. Далее волшебным выделением даем градиенты. Я даю в разных группах разные градиенты, чтобы это просто было интереснее. Здесь допустим можно дать более такой цветастый, более яркий градиент. Не яркий, а более светлый, как будто свет падает больше. Допустим один. как-то темно получилось. Ну допустим, да. Вот, то есть листики получаются разноцветные. И в общем-то все то же самое. Можно это все уменьшить, увеличить. Заходим в изоляцию. Можно подогнать больше по кривой. то, что выходит за рамки вообще можно поставить. Ну то есть в пределы картинки. То есть все в пределах. Где надо уменьшаем размер. Если и так устраивает, так оставляем. Все тоже такое чистое творчество начинается. И теперь мне надо по сути перемешать две эти кисти. Чтобы они смешались, чтобы не было видно. Одна и вторая. Что я для этого делаю Ctrl C Ctrl F грубо говоря буду их дублировать выделять переношу на самый допустим верх захожу в изоляцию и меняю градиент допустим просто на глаз ничего не вымеряю я просто играю с оттенками зеленого допустим вот так будет вот такая у меня еще кисть выделяю другую Ctrl C Ctrl F на самый верх переношу допустим можно сделать зеркальное трансформирование как-нибудь ее поворачиваем снова захожу в изоляцию чтобы только у этой кисти менялся цвет снова выделяю и чуть-чуть меняю градиент когда много скажем так оттенков зеленого просто сама картинка будет смотреться в итоге интереснее насыщеннее ну и так далее допустим еще раз то же самое делаем уменьшая зажимая shift допустим изолировать давайте эти сделаем ну немножко потемнее да все-таки допустим вот так вот ну не намного прям темнее оно у нас получилось ладно давайте прям сделаем прям темные такие насыщенные зеленые листья и поставим их допустим вниз это будет создавать глубину так берем их что-нибудь ставим наверх вот сюда вот тоже их прячем давайте в самый низ на клавиатуре нажимаю и на один буквально наверх вот то есть видите она прям спряталась прям внутрь ну можно еще допустим alt да и еще прям вот сюда вот ее тоже пустить вот так вот тут она выходит поэтому изоляция и меняем расположение листиков ну примерно вот так вот то есть у нас получилась такая вот веточка можно допустим тоже сюда снова изоляция снова меняем форму ну не форму а местоположение вот это вот у нас изолируем допустим ой не то чем более разные размеры листиков да большие маленькие тем более красиво допустим заходим вот сюда вот еще можно нажать alt shift уменьшаем листик чтобы оно выходило за рамки и зажимаем alt и прям размножаем то есть мне нужна такая максимально пушистая 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 веточка кстати если вы рисуете на новый год открытки да то аналогичный способ рисования ели да то есть елки тоже размножать иголки скажем так объединять их в группы все выхожу из изоляции вот такая у меня получилась ветка теперь я с другими ветками проделаю все то же самое чтобы у меня просто получилась какая-то композиция и до встречи буквально через секунду и так дорогие мои я решила просто скажем так вокруг баннера сделать такую зеленую окантовку не знаю ничего лучше придумать пока что не смогла ну и значит так тоже неплохо что я только сделаю это изоляция и возможно чуть-чуть я вот так вот двигаю сами скажем так листики да чтобы ну они прям уж слишком не повторялись да потому что по сути я взяла одну и ту же кисть и вот здесь в самом низу в самом низу ну как бы по идее тень же тень падает более сильно и в самом низу я решила просто то есть по сути поменять цвета вот просто делаем более такой вот насыщенный цвет кстати эти кривые тоже необходимо разобрать вот они так превращаются в меж такая вот небольшая тень и изолировать давайте листики тоже сделаем точнее некоторые листики допустим вот совсем зелененькие то есть я тоже немножечко уведу их больше в тень ну какая-нибудь такая вот история у нас получается кстати так вот тоже красиво если за края будет выходить green planet вот такой вот у нас получился баннер конечно можно еще как-то его сверху подсветить да как я вот делаю вот эти светяшки я думаю кто мой канал подписан давно должны знать это уже лучше меня делаем такой вот градиент в центре тот цвет который мы хотим подсвечивать с краю полностью белый и осветление и ставим его так видите я сама путаю с краю черный черный по rgb именно и ставим зажимая alt туда где хотим подсветить можно менять насыщенность менять яркость допустим здесь то у нас тень по идее тут не так много должно быть цвета ну вот так вот здесь допустим тоже поменьше уже света тоже поменьше света он как бы выбеляет поэтому с ним надо тоже в меру можно сделать вот так вот допустим он будет как-то таким вот сферой просто как эффект достаточно красиво такой блик небольшой вот и все мы сделали такой семилляр а ну и тень естественно тень почему нет иногда это смотрится красиво кстати давайте потренируемся делать радиальную не радиальную а меж делаем фотосферу ставим по центру меж меж конечно же им можно сделать как-то больше вариантов там все такое допустим вот здесь сделаем более такой насыщенный край здесь сделаем более мягкий край то есть она будет такая прям ставим эффект умножения alt shift и уменьшаем до нужного нам размера я сделаю полностью белый сейчас буду заново окрашивать та точка давайте все-таки выделим почему выделяется больше управления смешим конечно иногда это не надо но тренироваться лучше всего на таких вот простых да будем просто привыкать к мешу ну вот такую вот я сделаю незамысловатую тень можно даже в центре сделать еще немного деликатнее прям вот так вот все на этом видео закончено всем спасибо за просмотр и всем пока пока